Здравствуйте, друзья! С вами Кик. Скажите, что вы знаете о платежных системах? Наверняка большая часть из вас сразу же подумает о Visa и MasterCard. Сойдет. А что вы знаете о криптовалюте? Вот тут вы явно вспомните такие слова, как биткоин, биткоин кэш и эфириум. Но что если на горизонте уже есть новый гигант, занимающийся и тем и другим? Да-да, сегодня мы хотим поговорить о Ripple. В этом ролике мы расскажем вам о том, что это за уникальный сервис, а также поделимся историей компании и ее криптовалюты XRP, которая по прогнозам в будущем может заменить все валюты и стать новой единой мировой валютой. Готовы узнать, насколько велик Ripple? Тогда погнали! Начнем с главного. Ripple – это криптовалютная платформа для платежных систем, ориентированная на операции с обменом валют без возможности возврата платежей. Данная особенность подразумевает то, что совершенную транзакцию невозможно каким-либо способом отменить, как это позволяют те же Visa или MasterCard. Таким образом, это не просто криптовалюта, а целая компания с большой инфраструктурой и штатом. Название Ripple переводится с английского как «зыбь» или «рябь», что прямо отражает стратегию компании Ripple. А стратегия заключается в том, что все финансовые институты будут поглощены этой волной. Конечно, как и любая глобальная современная компания, Ripple возникла не сразу. Создатель платформы Райан Фугер еще в далеком 2004-м придумал свое первое детище, названное Ripple Pay. Идея пришла Райану в Ванкувере после знакомства с работой местного отделения торговой системы обмена. Будущий бизнесмен посчитал, что было бы круто позволить отдельным лицам и сообществам создавать свои собственные деньги. Так появился RipplePay.com, запущенный в 2005-м году как финансовая услуга для обеспечения безопасных вариантов перевода средств для членов онлайн-сообщества через интернет. Система получила широкую известность, что спровоцировало ее логическое будущее развитие. Джет Маккалип, Артур Бритта и Дэвид Шварц в 2011-м приступили к созданию электронной платежной системы, в которой транзакции подтверждались на основе согласия участников сети. Это сразу выделило новую платформу от того же биткоина, основывающегося на блокчейне. Новая версия Ripple отличалась от инфраструктуры Биточка отсутствием зависимости от онлайн-сервисов обмена. Вдобавок, огромным плюсом Ripple считается очень низкая энергозатратность при более высокой скорости сделок по сравнению со многими блокчейн-проектами. Крис Ларсон из Илоуны Проспер присоединился к команде в 2012-м. Вместе с Джедом Маккалипом он обратился к Райану Фугеру с идеей создания собственной криптовалюты для сети Ripple. Райан, посовещавшись с коллегами, передал бразды правления. В сентябре 2012 года команда основала корпорацию OpenCoin. С этого времени начался новый виток развития Ripple. OpenCoin начала разработку обновленного платежного протокола Ripple Transaction Protocol, основанного на идеях Райана Фугера. Планировалось, что с помощью протокола, возможно будет обойти комиссионные сборы и задержки по времени, характерные для традиционных банковских систем, а также наладить обмен любых валют и товаров. Для поддержания безопасности Ripple полагается на общий реестр, который управляется сетью независимых проверочных серверов. Сервера могут принадлежать кому угодно, в том числе банкам и маркетмейкерам. Однако для допуска в систему они должны быть одобрены Ripple Labs. Компания использует криптовалюту XRP, что позволяет обеспечить финансовым институтам возможность транзакции с незначительной комиссией и коротким временем ожидания. К слову, время подтверждения транзакции в Ripple составляет 4 секунды, и с обновлением Cobalt она будет составлять максимум секунду, тогда как на данный момент для эфириума этот показатель превышает 2 минуты, а для биткоина обычно это более 1 часа. Существенная разница, согласитесь? 26 сентября 2013 года OpenCoin Inc. изменила свое название на Ripple Labs Inc., где Крис Ларсон по-прежнему оставался генеральным директором. В октябре 2013 года в мировой прессе стали называть сотрудничество Ripple с ZipZap угрозой для Western Union. Серьезное заявление, если учитывать то, что американцы Western Union Company были основаны аж в 1851-м. В июле 2014 года Ripple Labs предложил Codius проект по разработке новой системы умных контрактов без привязки к конкретным языкам программирования, которая все еще находится в стадии разработки, и при успешной реализации проекта Codius составит нехилую конкуренцию с аналогичными проектами, такими как эфириум. Однако, начиная еще с 2013 года, компания завлекала все новых и новых партнеров для использования альтернативных вариантов денежных переводов для потребителей. Первым банком, использовавшим Ripple, стал Мюнхенский Фидербанк. В сентябре 2014 года – Кросс Ривербанк из Нью-Джерси и CBW Банк, расположенный в Канзасе. В декабре того же года Ripple Labs начала работать со службой платежей EarthSport, работающей в 65 странах. Клиентами системы EarthSport являются Банков Америка и Банк HSBC. Это партнерство стало первым сетевым использованием протокола Ripple. 2015 и 2016 годы ознаменовались расширением компании Ripple и открытием офисов Сиднея в Австралии в апреле 2015 года, а также открытием европейских офисов в Лондоне в марте 2016, а затем в Люксембурге в июне того же года. Многие компании объявили об экспериментировании и интеграции с Ripple. Из них стоит отметить Австралийский банк Содружества и уже упомянутый Western Union. В августе 2016 SBI Ripple Asia объявила о создании японского консорциума банков в новой сети, которая будет использовать технологию Ripple для платежей и расчетов. Консорциум был официально запущен 25 октября 2016 года с 42 банками-участниками. В сентябре 2017 компания открыла офисы в Мумбаи и Сингапуре, а уже осенью 2018 команда Ripple объявила об интеграции технологии RippleNet в Национальный коммерческий банк из Саудовской Аравии, являющийся одним из крупнейших банков на Среднем Востоке. Ну а как вы понимаете, там у ребят финансы вертятся немаленькие. Правда, незадолго до этого, 13 июня, для криптовалюты XRP был изменен логотип. Таким образом, Ripple хотела разделить в сознании пользователей представление о самой компании и криптовалюте. Новый символ должен олицетворять именно XRP-токены, как, например, значок доллара или евро обозначает вид валюты. На момент 2019-го агентство Vice Rating присвоило криптовалюте наивысшую оценку за теоретическую способность конкурировать со SWIFT. Для тех, кто в танке, SWIFT – это очень крупная международная межбанковская система. На этом фоне прогноз роста Ripple на 2019-й весьма утешительный. Эксперты уверены, что разворот тренда и повышение курсовой цены – вопрос времени. Компания Ripple создала базу из влиятельных компаний и банков, которые не только работают с платформой, но и инвестируют в ее развитие миллионы долларов. На этом короткая история величественной криптоплатформы не заканчивается. Из-за ажиотажа прошлых лет, биткоин пока обгоняет Ripple по размеру капитализации, однако обе платформы абсолютно не похожи друг на друга. В конце 2014-го Bloomberg назвал биткоин неудачной цифровой валютой, после того, как котировка упала на 54% за один год. Ripple же был описан как значительный конкурент, частично из-за его международных денежных переводов в реальном времени. Да даже сам Билл Гейтс поддержал эту перспективу, назвав обе платформы соперниками, среди которых биточек выглядит проигравшим. Но что выделяет Ripple среди остальных конкурентов? Как уже говорили, одно из главных преимуществ – это скорость. Ripple позволяет пользователям или предприятиям проводить мгновенные межвалютные транзакции из любой точки мира в другую с минимальными комиссиями и со стопроцентной гарантией, что перевод будет совершен успешно. К примеру, по сравнению со Swift, которые имеют стабильные 6% неуспешных переводов. Вы только представьте такую ситуацию с отправкой электронной почты. 6 писем из 100 точно не дойдут до получателя и потеряются непонятно где. Все учетные записи и транзакции являются криптографически безопасными и проверены алгоритмически. Платежи могут быть разрешены только владельцам счета без вмешательства третьих лиц. Ripple мгновенно проверяет баланс и учетные записи для передачи платежей и отправляет уведомления об оплате в течение нескольких секунд. Платежи являются необратимыми и нет никаких возвратов. Также стоит отметить внутреннюю безопасность платформы. Токен XRP не может быть заморожен или захвачен. С 2015-го были внедрены процедуры проверки личности, заменяющие старые алгоритмы, которые раньше позволяли любому желающему открыть счет на платформе. Дополнительно стоит отметить, что протокол Ripple куда умнее своих конкурентов. Алгоритм поиска путей ищет самый быстрый и дешевый путь, чтобы сделать конвертацию валют. То есть, если вы захотите отправить платеж из доллара в евро с помощью технологии Ripple X Current, система может как одношагово произвести конвертацию, так и вести операцию с помощью Ripple X Rapid, минимализируя стоимость комиссии до 70%, используя свой собственный токен XRP. Что же касается главной единицы платформы, то тут все достаточно просто. XRP – криптовалюта сети Ripple, которая существует только в собственной системе. В настоящее время один XRP подразделяется на миллион единиц, именуемых капли. Изначально было создано 100 миллиардов XRP. Создателям пришлось идти на дополнительные меры защиты. Когда пользователь проводит финансовую операцию в неродной валюте, Ripple берет плату за транзакцию. Цель сборов – защитить сеть от DOS-атак, сделав их слишком дорогими для хакеров. Если бы операции были полностью бесплатны, взломщики могли бы создавать большие объемы различного рода спама в попытке перегрузить сеть. Это может привести к тому, что размер реестра станет неуправляемым и помешает сети быстро обрабатывать законные транзакции. За каждую операцию установлена комиссия в размере от одной сотни тысячной XRP. Эта комиссия за транзакции никем не присваивается, что очень важно – списанные XRP уничтожаются и перестают существовать, что со временем уменьшает изначальное количество созданных XRP. Ловите короткий лайфхак. Комиссия за транзакцию повышается, если пользователь проводит операции с огромной скоростью – несколько тысяч в минуту – и снижается после периода бездействия. Не благодарите. Ну и, конечно же, куда без прогноза курса. Помните, как пару лет назад вы где-то услышали незнакомое «биткоин», а уже через несколько месяцев он был равен зарплате сына маминой подруги? Так вот, Ripple имеет все шансы переплюнуть капитализацию «Биточка» и стать номером один, основываясь на факте, что XRP планируется в использовании межграничных транзакций всеми большими финансовыми институтами, в том числе центробанками, самыми большими коммерческими банками и организациями типа R3, который обеспечивает финансовые переводы между большими корпорациями и банками. Это только в первую очередь. Во вторую очередь, XRP планируется для использования как базовая валюта для грядущей модели экономики, где все будет токенизировано. Золото, дом, автомобиль. Где денежным представителем этого токена будет XRP. А в-третьих, заткнись и возьми мои деньги, поскольку на момент подготовки ролика стоимость этого монстра всего 34 цента. Спасибо, Кик Крипто, за инфо. А у нас на этом все. Мы постарались максимально коротко и понятно рассказать вам о компании Ripple и криптовалюте XRP. А пока XRP захватывает мир, подписывайтесь на канал Кик Крипто, чтобы не пропустить самые важные события. До новых встреч, друзья!